Почему Китай не может поставлять в Россию бытовую технику в больших количествах? Как Путин отжимает зарубежные компании? И что могут предпринять западные предприятия, чтобы защитить свою собственность в РФ? Об этом поговорим с экономистом Олегом Пензиным. Итак, не так давно глава Центробанка России Эльвира Набиулина давала брифинг и высказала там свои оценки по поводу состояния российской экономики и перспектив. И прежде всего хотелось бы спросить у вас, по ее словам, у российской экономики был рост, он сейчас замедляется. За счет чего российской экономике удалось расти в 2023 году и что сейчас происходит? Ну, смотрите, за счет государственных заказов, за счет финансирования восстановления военной техники Российской Федерации удалось, переведя на военные рельсы часть предприятий машиностроительного комплекса, обеспечить рост на этих предприятиях. Если мы внимательно посмотрим, то вот тот комплекс, который обеспечивает функционирование военной машины, военно-промышленный комплекс Российской Федерации, то, что функционирует за счет государственных заказов, у них действительно на сегодняшний момент нарастились общие объемы производства. Так есть, это правда. Там возникли очень серьезные проблемы у них, в частности, с наемом рабочей силы, это, скорее всего, будет ваш второй вопрос, связанный с замедлением темпы роста и связанный с перспективой. Проблема заключается в том, что российская экономика на сегодняшний момент, во-первых, очень здорово перегрета за счет вот этих военных заказов, во-вторых, уровень безработицы в российской экономике упал до беспрецедентно низкого уровня 3,5% от трудоспособного населения. Казалось бы, чем меньше безработицы, тем лучше. Но это не совсем так. Ну вот, для примера, смотрите, вот человеческий организм, да? У него нормальная температура 36,6 градусов по Цельсию. Для такой экономики, как российская, нормальный уровень безработицы – это порядка 5% от трудоспособного населения. В любом случае, всегда есть какая-то категория людей, которые меняют место жительства, занимаются переквалификацией или просто не работали и не планируют работать. Вот скажите, если температура человеческого организма с 36,6 опускается до 34,5, о чем это может свидетельствовать? Ну, явно это не положительный фактор, явно это что-то связано с очень серьезным заболеванием, которое грозит летальным исходом. Вот точно так же показатель безработицы в любой экономике. Если он падает ниже, чем естественный уровень, это говорит об очень серьезных проблемах, связанных с возможностью дальнейшего наращивания. То есть, если у вас нет рабочей силы квалифицированной, вам незачем, у вас нет оснований для роста. Вам нужно срочно искать рабочую силу, которая будет восполнять те, ну, скажем, понимаете ситуация какая? Деньги, они сами себя не делают. Деньги, вложенные в рабочие места, это только подготовка к созданию добавленной стоимости. Основным источником создания добавленной стоимости является человеческий труд. Если у вас нет рабочих рук, у вас добавленная стоимость создаваться не может, даже если будет стоять рабочее место. Это понятно. Так вот, на сегодняшний момент замедление темпов роста российской экономики связано с резким падением уровня безработицы, с отсутствием рабочей силы. Россию покинуло достаточно большое количество квалифицированных кадров. У России на сегодняшний момент в реальной действительности огромная проблема с занятием этих рабочих мест. Понимаете, какая ситуация? Подготовить квалифицированную рабочую силу очень сложно и очень дорого. То есть люди с достаточно высоким разрядом рабочих профессий – это золотой фонд любой экономики. Если у вас эти люди начинают массово покидать страну, если у вас уезжает инженерно-технический персонал, если у вас уезжает IT-персонал, ну, найти его негде. Поэтому главная проблема на сегодняшний момент российской экономики и перспектива замедления российской экономики – это отсутствие трудового потенциала. Вот смотрите, сейчас российское правительство вбухивает огромные деньги в оборонку, занимает рабочие места, и люди получают деньги, это подогревает экономику и так далее, и так далее. Но мы знаем, что оборонка не приносит прибыли. Оборонка – это пассив, это то, что сжигается. Немножко по-другому. Немножко по-другому. Как это работает? Оборонка – это непроизводительные расходы. Предприятия, которые работают на оборонно-промышленный комплекс, прибыль получают, хорошую прибыль. Но продукт, произведенный в оборонной промышленности, если вы его используете во время войны, не продаете третьим странам с прибылью, а используете во время войны, вы просто, по сути, уничтожаете. То есть любые военные затраты, особенно затраты на боеприпасы, на расходуемые элементы – это непроизводительные расходы. Таким образом, вы, по сути дела, уничтожаете часть валового внутреннего продукта. Более того, создание достаточно больших объемов военной продукции, которая остается у вас в стране, никоим образом не увеличивает внутреннего предложения товаров, которые могут приобретаться населением. То есть вы наняли достаточно большое количество людей. Вы им дали неплохую заработную плату. Люди с этими деньгами выходят на рынок. И что они видят на рынке? На рынке они видят пустые полки. По той простой причине, что оборонные предприятия не производят товаров народного потребления. Собственно, это та картинка, которая всегда была в рамках Советского Союза. В Советском Союзе были огромные объемы производства военной продукции. В то же время товары народного потребления находились в жесточайшем загоне. И поэтому, например, для того, чтобы купить телевизор, нужно было записываться за несколько месяцев. Для того, чтобы приобрести автомобиль, но это вообще было за гранью разумного, это невозможно было никоим образом организовать. Поэтому единственным выходом из этой ситуации является активный импорт товаров народного потребления. Что может на сегодняшний момент заполнить российские полки? Может заполнить российские полки импорт из стран, не присоединившихся к санкционным ограничениям. Потому что на сегодняшний момент нужно четко понимать, что импорт товаров народного потребления, например, со стран Евросоюза невозможен. Они четко находятся под санкционными ограничениями. Еще один момент. Да, за спиной Российской Федерации есть Китай. Это крупная международная мировая фабрика. Но есть маленький нюанс. Компании, которые производят товары народного потребления в Китае по лицензиям и патентам, зарегистрированным в Евросоюзе и Соединенных Штатах Америки, ни одного единицы товара не поставят в Российскую Федерацию. Потому что они мгновенно попадут под санкционные ограничения, связанные с использованием прав интеллектуальной собственности непоназначениями. Поэтому в Российскую Федерацию может попадать либо реплика, либо, ну скажем так, товары второй группы, которые производятся без соответствующих лицензий и патентов. Они, естественно, хуже качества. Они, естественно, намного менее используемы с точки зрения длительности эксплуатации. Ну и те особенности, которые есть на сегодняшний момент в Российской Федерации, приводят к тому, что эти товары стоят столько, сколько качественные европейские. Потому что эти товары идут не напрямую, эти товары идут, как правило, через посредничественные компании, которые очень здорово снимают свой процент. Поэтому российский гражданин имеет низкокачественный дешевый товар по сути своей, по себестоимости, при этом платит за него так, как будто это был высококачественный дорогой. Ну вот такие гримасы сегодняшнего внутреннего рынка Российской Федерации. Ну вот то, о чем вы говорите, об этом упоминала та же Набиулина, о том, что растет импорт в России, и параллельно с этим падают поступления от нефтегазового сектора. Как это влияет на курс рубля? Я бы сказал немножко по-другому. Я бы сказал, что речь идет не о падении доходов от нефтегазового сектора. Доходы диверсифицированы в других валютах. То, что на сегодняшний момент Российская Федерация продает 80%. Да, падение общего объема доходов есть тоже. Но Российская Федерация сегодня, продавая 80% своей нефти в Индию, в Китай, в качестве оплаты получает валюты этих стран. Рупии и юани. Какова особенность этих валют? Это валюты ограниченной конвертируемости. Ими невозможно рассчитаться в операциях с третьими странами. То есть, если, например, вы хотите что-то купить, ну, про Китай там еще хотя бы теоретически можно представить себе, там достаточно большой спектр предложений. С Индией очень большая проблема. Индийские рупии практически невозможно отоварить. Ну, да, теоретически там может быть трикотаж индийский. Можно достаточно большой объем органических удобрений взять. Там коров-то много. Но в реальной действительности найти то, что можно сегодня завозить из Индии, что будет востребовано на российском рынке, индийцы даже рис закрыли на сегодняшний момент. То есть, даже рису невозможно отовариться за рупий. Поэтому, как бы, в этом есть большая проблема. И это, естественно, резко уменьшает поступление свободно конвертируемой валюты на российский рынок. Это уже привело к тому, что курс рубля к доллару практически подскочил к 100 рублям за доллар. Это приводит к тому, что, ну, опять же, смотрите, вот тот же вариант. Да, ведь покупая шахиды у Ирана, Российская Федерация вынуждена рассчитываться долларами. Она не может рассчитываться юанями или рупиями. В связи с ограниченным количеством предложений свободно конвертированных валют сегодня пошли такие интересные бартерные операции, например, с Ираном. Россия взяла на себя обязательство построить дорогу в Иране, при этом, как бы, полностью обеспечив и строительные материалы, и рабочую силу в Российской Федерации. То есть, таким образом, вот, рассчитываются за поставки военной техники из Ирана в Российскую Федерацию. То есть, естественно, это существенно увеличивает спрос на валюту. Естественно, это скажут предпосылки того, что валюта будет очень сильно, российская валюта будет дешеветь по отношению к свободно конвертированным валютам. В чем тут есть особенность? Дело в том, что китайские товары не могут перекрыть всего спектра того, что необходимо для российского гражданина. Поэтому в любом случае будет создаваться прецедент необходимости закупки товаров за свободно конвертируемую валюту у третьих стран. И вот здесь начинает возникать очень существенный момент. Чем дешевле будет ваша валюта и чем дороже будет доллар, тем дороже будет цена того товара, который вы поставите на полке. А что значит, если цена товара дорожает, при том, что доходы россиян точно не растут теми темпами, которыми растет, например, курс доллара по отношению к рублю? Это значит, что покупательная способность рубля будет падать. Что это значит? Это значит инфляция. На сегодняшний момент официальные цифры говорят, что за, например, 20-20 год инфляция составила где-то порядка 12-13%. В этом году они обещают снизить инфляцию ниже 10%. Но опять же, российская статистика дает очень часто лукавую цифру. И доверия этой цифре нету точно. Скорее всего, инфляция на сегодня точно двузначная. Инфляция точно поднимается где-то к 20%. Особенно это касается бытовой техники, особенно это касается запчастей к тем или иным товарам, которые являются сложными товарами, сложными в производстве и требуют ремонта и технического обслуживания. Там, например, цены подскочили очень сильно. Если мы берем, например, стоимость автомобилей, которая на сегодняшний момент из Российской Федерации, особенно если это автомобили европейских марок, которые попадают в режиме серого импорта, там цены выросли на 60-70% по отношению к тем, которые были до начала активной фазы боевых действий. На ваш взгляд, российское правительство уже включило печатный станок или еще нет? Ну, она и не выключала его. Они постоянно подпечатывают определенный объем средств, необходимых для функционирования экономики. Ну, то есть, плановая эмиссия, она есть всегда. Она есть в любой стране. Ну, я имею в виду не плановую эмиссию, а для того, чтобы покрыть дефицит бюджета. Смотрите, пока у них есть фонд благосостояния, им есть за счет чего покрывать дефицит бюджета. То, что они на сегодняшний момент существенно сократили социальные расходы, они... Ну, во-первых, смотрите, во-первых, я точно не верю в то, что в полугодии они закрыли 2,6% от ВВП дефицита бюджета. Не верю потому, что за 4 месяца было 3,3,5%, за 5 месяцев цифра была где-то на уровне 3,2-3,3%. При этом, ну, точно в июне месяце проводились достаточно крупные выплаты социальные, которые точно не могли сократить расходную часть госбюджета. При том, что у них постоянно растут расходы на военные нужды. При этом параллельно падает доходная часть от продажи нефтепродуктов и продажи энергоносителей. Ну, то есть слабо верится, что они... Опять же, сложно поверить в цифру 2,5-2,6% ВВП дефицита. Поэтому, как бы, во-первых, это не вызывает доверия. Во-вторых, мы знаем о том, что ликвидных активов в фонде благосостояния где-то на уровне 7,5 триллионов российских рублей. Поэтому при дефиците где-то 2,6-2,7 триллиона рублей, ну, вот, хватит на 3-4 месяца. После этого, да, после этого Центробанк вынужден будет запечатывать. Недавно стало известно, что Путин подписал указ, которым две крупные компании, Данон французский и датский Карлсберг дочка, были арестованы и переданы в управление правительства России. Это единичный случай или это теперь будет такая практика по отжиманию зарубежных активов? Ну, вы же, наверное, в курсе, да, кому были переданы в управление эти активы? Страховая компания, что-то, Росимущество, как-то так называется. Ну, они же передали уже эти активы в управление частным компаниям. Причем у одной из компаний, которая получила в управление этот актив, есть кавказские корни, вот, и она никогда в жизни не занималась производством слабоалкогольных напитков. Ну, как бы, тем не менее. Ситуация следующая. Россияне сейчас делают все для того, чтобы максимально усложнить выход европейским брендам с территории Российской Федерации. Введен так называемый налог на выход в размере 10% остаточной стоимости активов. Без этого вы не сможете продать ничего. Да, есть на сегодняшний момент прецеденты, когда активы, ну, просто национализируются. Понимаете, какая ситуация? Проблема заключается в том, что это очень плохой сигнал для мирового инвестора. Если подобные вещи имеют прецедент, то это означает, что любое инвестирование в эту страну рано или поздно может закончиться национализацией. Те компании, которые быстро среагировали и успели выйти с российского рынка в 22-м году, они вышли достаточно спокойно. Те, кто долго думали и долго рядились, оказались в ситуации, когда они не имеют спокойного выхода и вынуждены платить налог на выход. В Российской Федерации еще осталось ряд компаний, которые продолжают работать. Но мы должны с вами понимать, что как бы есть прецеденты, когда компании, остающиеся на российском рынке, получают бойкот в тех странах, в которых они прописаны, исходя из основной юрисдикции. Ну вот, например, яркий случай, когда шведская авиакомпания отказалась от поставки авиационного питания компании, которая продолжает работать в Российской Федерации. И это массовое явление, когда шведы, например, начали массово отказываться от товара в этой компании и продуктов в этой компании, которые она производит, и, как следствие, принудили эту компанию полностью прекратить функционирование в Российской Федерации. В действительности, это факт. Он показывает, что есть достаточно много побудительных мотивов выхода. Это и падение курса акций на биржах, это и позиции инвесторов, это и бойкот, который объявляется этим компанией в этих странах. Поэтому я думаю, что европейский и мировой бизнес рано или поздно потихонечку с Российской Федерации будет выходить, а те, которые попали под недружественную политику, связанную с выходом, те, которые национализированы, те, которые вынуждены были заплатить налог на выход, ну вот, это будет очень ярким примером для других инвесторов по поводу того, насколько целесообразно работать в Российской Федерации. Вот те, кто остаются, они надеются, что российская власть проявит к ним лояльность из-за того, что они остались. Стоит ли им расслабляться, на ваш взгляд? Нет, конечно. Ну, вы же понимаете, что российская власть, она непредсказуема по определению. И поведение российской власти, ну, во-первых, на слово этим людям верить нельзя никогда ни при каких условиях. Причем, я так понимаю, что на сегодняшний момент европейский политикум это очень четко понял. это полностью касается и инвестиционных вещей. То есть, когда у вас систематически не выполняются взятые обещания, когда вы не имеете какого-то прогнозируемого поведения от власти, то, извините, на что вы надеетесь, вкладывая деньги в эту страну? При этом, ну, четко нужно понимать, что эта страна не является настолько объемным рынком, который может оправдать любые потери, связанные с входом на этот рынок. это не индийских полтора миллиарда населения, понимаете, и это не китайские там миллиард, двести, миллиард триста. Это страна, которой там на сегодняшний момент там 130 миллионов. При этом очень бедных людей в действительности. Уровень доходов российского населения крайне низок. Поэтому в этой ситуации я думаю, что вложения точно не оправдывают смысл захода на этот рынок. На ваш взгляд, вот эта история с Данон и Карлсберг это месседж от Кремля или это просто банальное отжимание западных активов? Вы знаете, это и то, и другое. То есть мы имеем банальное отжимание активов, которые происходят при молчаливом согласии российской власти. Молчаливое согласие российской власти. Мы же понимаем эту сфорту, да? Ну, подобная ситуация она по определению невозможна в нормальной стране. Поэтому вот да, поэтому оно даже не молчаливое, там же подпись Путина стоит. Ну да, поэтому как бы говорить о том, что причем мы же понимаем, что эти активы передаются доверенным лицам, что эти активы передаются российскому бизнесу. по сути это, ну извините, это ракет, который даже теоретически невозможно было себе представить в 21 веке. Вообще много еще из того, что делает сегодня Российская Федерация невозможно себе представить в 21 веке. Кто-то мог себе представить в 21 веке войну в центре Европы. Слушайте, ну такую, ну, поэтому с моей точки зрения предугадать поведение россиян совершенно невозможно. И те, кто сегодня хотят инвестировать в Российскую Федерацию, ну, они реально очень здорово рискуют. В чем разница между арестом западных активов в России и арестом российских активов в Украине? Ну, а скажи, пожалуйста, в чем разница агрессора и жертвы? Если мы говорим, что агрессор и жертва это, ну, как бы, разницы между ними нет, тогда и ответ на ваш вопрос тоже не имеет смысла. А если мы с вами говорим о том, что агрессор должен понести солидарную ответственность за причиненные убытки в стране, что агрессор объективно на сегодняшний момент должен возместить то, что он натворил, и одним из механизмов возмещения является конфискация его активов, причем конфискация его активов на сегодняшний момент обсуждается во всем мире абсолютно серьезно, как один из методов получения средств необходимых для покрытия убытков Украины от неспровоцированной агрессии. Поэтому здесь, как с точки зрения международного права вопросов-то нету. Агрессор, он объективно рано или поздно должен будет платить репарации. Причем исторически так случалось, что все агрессоры, по крайней мере в те периоды, которые ну можно называть периодами, когда проходили мировые войны, они платили за нанесенные убытки. Германия платила репарации после Второй мировой войны, ну давайте назвать вещи своими именами. Причем я так насколько я понимаю, что обсуждение выплат продолжается до сих пор, даже в рамках стран Евросоюза. Ирана-Иракская война тоже закончится вот этой репарацией. То есть агрессор будет платить. если он не захочет платить добровольно, будут арестованы и конфискованы его активы. В то же время то, что происходит сегодня в Российской Федерации, это чистый рэкет. Потому что на Российскую Федерацию никто не нападал. Она агрессор, а не жертва. Поэтому в этой ситуации вся вот та разница, которую мы обсуждаем. Ну и последний вопрос. На ваш взгляд, что может, что могут предпринять западные компании, чтобы защитить свою собственность или получить компенсацию за то, что потеряли в России? Смотрите, на сегодняшний момент российских активов за границей 350 миллиардов долларов. Любые действия российской власти по отношению к международным компаниям, выходящие за рамки правового поля международного, это есть основание для того, чтобы мировое сообщество проводило аналогичные действия по отношению к активам Российской Федерации как к суверенам. А актив Российской Федерации в мире есть достаточно много. 350 миллиардов это я вам только сказал валютных резервов Центробанка России. А сколько товарных остатков на сегодняшний момент есть Урал, Газпрома и ВОПЕ? А сколько принадлежащие Российской Федерации и ее государственным компаниям недвижимости активов? В действительности Российской Федерации очень здорово складывалось те или иные активы за границей. Эти активы могут быть тем источником, который будет покрывать убытки в том числе и международных компаний. Естественно, после того, когда предсчитающуюся ему сумму получит Украина. Спасибо большое за комментарии. Хорошего вечера. Вам так же. Всего доброго. Всего доброго.